Почему мужчины изменяют? Называют какие угодно причины, перечисляют то, это, третье, десятое. Но никто не говорит о том, что мужчины изменяют, потому что этого хочет жена. И таких ситуаций, когда жена хочет, чтобы мужчина изменил, когда она всевозможными своими действиями и манипуляциями целенаправленно подталкивает, направляет его к измене, в этих ситуациях все молчат. Все говорят, что вот она его пилила, она секс не давала, и он такой-сякой пошёл ей изменять, вместо того, чтобы решать их проблемы. Но во многих подобных ситуациях, когда женщина пилила, секс не давала, понятное дело, что если у тебя секс с мужем раз в месяц, ну или, например, там даже два раза в месяц, а ему, допустим, нужно каждый день, то как ты думаешь, изменит он тебе или нет? Но тем не менее, женщина такая, ах ты, урод, такой предатель! И у меня всегда такой вопрос, подожди, ты сама знала, что у вас уже там в течение года или двух лет секс происходит один раз в месяц? То есть твой муж в течение года, двух лет, он как-то пытался найти к тебе подход, чтобы секса было больше. Он его не нашёл, он решил эту проблему измены. То есть ты прям реально не понимала, что рано или поздно это закончится измена? Так вот, ребят, что я вам хочу сказать? Всё они понимают. Ну то есть реально жёны понимают, что это закончится измена. И они сами осознанно, неосознанно, ну чаще, наверное, всё-таки неосознанно, они подталкивают к измене. То есть они специально провоцируют всё своим поведением, чтобы эта измена случилась. Ну я бы выделила три варианта, почему женщина хочет, чтобы измена произошла. Первый вариант — это в её жизни были измены. То есть либо в её семье папа изменял маме, она на это всё насмотрелась, у неё есть такое убеждение, что все мужчины-изменщики, любой мужчина изменит рано или поздно, измена обязательно произойдёт. И в ней сидит вот это напряжение, ожидание измены. Даже если поначалу всё хорошо в отношениях, и секс регулярный, всё хорошо, вот это ожидание измены, оно её всё равно подтачивает изнутри. То же самое происходит с девушками, которым кто-то изменил. То есть даже, допустим, с ней было всё хорошо, она ничего нигде не косячила, но мужчина изменил. Есть такие мужчины, я знала, вот одного я точно такого знала, который мне прямо объяснял свою логику, что он изначально женится и знает уже заранее, что он будет изменять. То есть что бы женщина ни делала, какая бы женщина ни была, он уже изначально настроен изменять. Потому что он считает, что он мужчина, у него нужно много женщин, он будет должен изменять. И вот он выбирает себе жену по определённым параметрам, но это не отменяет того, что какая бы идеальная она ни была, как бы она сильно ни старалась, изменять он всё равно будет. То есть есть такой типаж мужчин. Вот, допустим, в женщине попался такой мужчина, и это её травмировало. И она живёт с этим сознанием, что вот она реально ничего такого не сделала, за что бы ей можно было изменить, за что бы ей прилетела измена. Просто ей попался такой мужчина, и она не разглядела. Ну ты это особо не разглядешь. Эти мужчины, кстати, они бывают такие красавчики, ухаживают прекрасно, хорошо зарабатывают. Конкретно вот этот мужчина, который мне объяснял вот эту свою логику, он спортивный был, очень красивый, он бизнесмен был, он прекрасно зарабатывал. И вообще такой весь, знаете, мужчина мечты. Но тем не менее, это тот мужчина, который никогда бы не был верным, ни одной женщине в мире. И вот попался, допустим, у тебя такой, и всё, и ты живёшь с вот этим внутренним бесконечным недоверием. Либо у тебя был такой папа, который постоянно изменял маме, ты на это всё насмотрелась, и у тебя образ мужчины, любого, это вот такой, как твой папа-изменщик. И находясь уже в своих отношениях, вот эти два типа девушек, они постоянно ждут измену. Рано или поздно они себя накручивают настолько, что они начинают отдаляться, они отторгают от себя мужчину, они начинают закрываться, они начинают саботировать секс. То есть, ну, ей может и хочется этого секса, но она вот впадает в какое-то такое состояние, что нет, а вдруг он мне изменит. И этим же она его провоцирует на измену. То есть, в ней сидит такое жуткое внутреннее напряжение, которое требует доказательств, что все мужики-козлы, все мужики-изменщики. В ней сидит это напряжение, и оно требует разрядки, оно требует доказательств. И она эти доказательства сама своим поведением провоцирует. В итоге мужчина не может понять, что происходит, но она его и так, и эдак, и по-всякому в итоге как-то так склоняет. Где-то там она ему какие-то намёки делает, и ещё что-то. В общем, она формирует ситуацию, в которой он ей всё-таки изменяет. И вот когда мужчина ей наконец-то изменил, в ней вот это напряжение взрывается, и она успокаивается. То есть, да, с одной стороны, она может там орать, кричать, «Вот, я так и знала, что вы все такие изменщики-предатели». Но внутренне она испытывает облегчение. Она получила подтверждение своему убеждению. Её картина мира подтвердилась. Всё нормально, всё стабильно. Всё плохо, но стабильно, понимаете? И вот через время эта женщина… Причём такая женщина, она, скорее всего, не выйдет из отношений. Ну, хотя с вот этой первой, которая не ожидала, а ей просто попался такой ловелас, вот там ещё с вариациями она может и выйти из отношений. Но в новых отношениях, если она не проработает эту проблему, она будет то же самое проделывать. А вот эта девочка, которой муж изменял маме, ну, её папа изменял маме, она, скорее всего, не выйдет из этих отношений, она в них останется, она простит, потом пойдёт какое-то сближение и потом пойдёт по новой. То есть это будет вот этот сценарий проигрываться из раза в раз. Через время она опять начнёт отдаляться, замыкаться, она снова спровоцирует на измену, она снова получит вот эту эмоциональную разрядку, вот этот взрыв, что вот я так и знала, вот я получила подтверждение. Ну, и всё будет ходить по кругу. Пока мужчине своему это всё не надоест. Следующий вариант. Почему женщина провоцирует на измену и заставляет мужчину изменить? Это тоже чаще всего подсмотрено в какой-то модели семьи. Скорее всего, в её семье примерно так же само происходило. Ну, чаще всего это оттуда идёт. Либо женщина как-то сама догадалась. Ну, например, она там, допустим, тоже попала на какого-то такого ловеласа, про которого я рассказывала в первом случае, который бы и так, и так изменил, как бы это идеально не было. И этот ловелас, так как они обычно очень хорошо зарабатывают, откупился после измены каким-то подарком дорогостоящим. Либо в её семье. Папа изменял маме, но мама постоянно получала какие-то финансовые бонусы за его измены. То есть она с ним так и не разводилась. Он пошёл погулял, измена вылезла, он едет, бац, там, поездку куда-нибудь на Мальдивы, бац, там, машинку новую подарил, там, колечко подогнал с бриллиантиком. Ну, и девочка, естественно, это всё видела. И она понимает, ага, изменяющий мужик — это выгодно. Виноватый мужик — это лучше, чем невиновный. Поэтому нужно его провоцировать на измену, тогда я получу кучу ништяков. И когда эта девочка вырастала, либо она просто попала случайно в такую ситуацию, уже будучи взрослой, что мужчина ей изменил и откупился подарком. Она, допустим, с ним рассталась, попала в новые отношения. И в новых отношениях она может неосознанно начать проигрывать вот эту ситуацию. Допустим, мужчина не особо щедрый, не сильно особо разбежался дарить ей подарки. И она подталкивает его к подарку, провоцируя на измену. Он ей изменил, она его словила на измене, бац, он ей подогнал подарочек. Ну, либо это проигрывание того, что она видела в своей семье. Особенно если это семейный сценарий, она видела в своей семье, она никогда не станет подавать на развод после измены мужа. Она никогда не будет его выгонять из дома, она никогда не уйдет сама с вещами. Она сама ему, в принципе, тоже не будет в отместку, скорее всего, изменять. Ну, там уже как пойдет, но по большому счету, скорее всего, нет. Потому что, ну, мужик-то выгодный, мужик ресурсный. Зачем ему изменять? Она будет его бесконечно доить. С одной стороны, отказывать ему в сексе, толкая на измены. С другой стороны, потом получать постоянно откупные. И очень сильно провоцировать чувство вины. Вот это вот накручивание, бесконечное накручивание чувства вины, оно будет муссироваться. То есть это будет такая семья, построенная на таком огромном пузыре чувства вины. То есть мужчина будет все время виноват, мужчина будет все время должен, мужчина будет все время чувствовать себя скотиной, гнидой, что вот он так поступает. Но, тем не менее, он будет поставлен в такую ситуацию, что поступить иначе он не сможет. Потому что сама жена будет всячески подталкивать, провоцировать и создавать ситуацию, в которой будут происходить измены. И третий вариант, когда женщина подталкивает сама мужчину к измене, это ей надоели эти отношения, ей надоел муж, ей в целом надоела вся семейная жизнь, и она не признаётся себе в этом сознательно, потому что «ну как же, надо иметь семью, а что ж родители скажут, а что окружающие скажут, ну как же я вот это разведусь, ну как я могу себе это позволить?» То есть она осознанно не может позволить себе развестись. Поэтому она начинает неосознанно саботировать отношения с мужем. То есть она перестаёт с ним общаться, она начинает его всячески игнорировать, она начинает отказывать в сексе постоянно, так что у них секс практически пропадает из их жизни. Она начинает жить с мужем, как будто он просто какая-то мебель. Но когда ты её спросишь на словах, всё будет идеально. «Вы что? Я люблю своего мужа, у нас прекрасная семья, нет, я никогда не хочу разводиться». Вот это она будет говорить на словах. Но все её действия будут про то, что ей мужчина уже не нужен. Ну то есть по какой-то причине всё, нету в её картине вот этого мужчину. Она его как бы начинает неосознанно выталкивать из своей жизни. Мужчина рано или поздно изменяет, женщина только этого и ждёт. Она ловит его на измене, потому что, ну, если женщина не хочет, чтобы ей изменяли, она даже не будет особо рыться, проверять. Вот зачем женщины проверяют телефоны, роются в карманах, какие-то звонки отслеживают, следят за своим мужчиной. Вот зачем? Если женщина не хочет спровоцировать своего мужчину на измену, если ей не нужны вот эти вот все измены, она и искать их не будет. А если ей эта измена зачем-то нужна и выгодна, а во всех этих трёх случаях измена нужна и выгодна женщинам. В первом случае она получит подтверждение и облегчение своему сценарию семейному. Поэтому ей нужны подтверждения, ей нужно их найти. Во втором случае она получит выгодного мужика, которого можно постоянно отдаить за чувство вины. Поэтому ей тоже нужны доказательства измены, она их будет обязательно искать. И в третьем случае ей нужно разойтись с мужчиной, но так, чтобы он был виноват, Чтобы это не она разрушила их отношения, это он, свинья такая, изменил, бросил. И вообще это он виноват, это он плохой, а я хорошая. Опять же, когда мужчина плохой, ему навешивается чувство вины. И при разводе виноватый мужчина, конечно же, более щедрый. Потому что если бы жена изменила, или жена захотела уйти, или жена проявила инициативу к разрыву отношений, мужчина бы рассердился. Он был бы при разводе уже нещедрый, он бы всячески постарался по минимуму оставить ей какие-то ресурсы и по максимуму себе забрать. Когда мужчина злой, когда разрыв происходит по инициативе женщины, обычно мужчины так поступают. Но если мужчина чувствует себя виноватым, если развод происходит, потому что он такая сволочь изменил, то женщине уже проще взять и алиментов побольше, и всё остальное он ей. Ну, не все мужчины, но в целом большинство на чувстве вины достаточно щедро себя ведут при разводе, если развод происходит, потому что он изменил. Согласны со мной? Ну, и так оно и бывает на самом деле. Так что вот, одна из причин, почему мужчины изменяют, это потому что их жёны и женщины хотят, чтобы мужчина муж изменил. Представляете? Если вы знаете ещё какие-то причины, которые я здесь не перечислила в ролике, почему женщина подталкивает мужа к измене. Да, конечно, может ещё быть такая причина, но она немножко фантастическая. Это когда женщину на самом деле возбуждает, ну, то есть она там подсознательно свингерша, да, ко-квин, да, есть такое ещё понятие. Но она и в этом себе не признаётся. Но её возбуждает, что её мужчина там используется популярностью, занимается сексом с кем-то другим. И она такая себе это сознательно решить не может, но подсознательно его к этому подталкивает. Но этот вариант всё-таки немножко фантастический, потому что если у женщины и есть такая склонность, она рано или поздно вытащит её на поверхность, и это будет происходить более-менее легально, да, как в парах там в секс-вайф, куколдов и так далее, ну, или там тех же свингеров. То есть рано или поздно они всё-таки начинают это понимать, осознавать, озвучивают и вытаскивают, а не провоцируют друг друга на какую-то жёсткую жесть, в которой они непонятно чем занимаются. То есть в итоге они типа изменяют, потому что хотят свинговать, да, но это же бред, конечно. Поэтому вот такой вот фантастический вариант, ну, может быть, какая-то небольшая часть женщин, потому что женщины очень многие, конечно, не до конца такие осознанные, чтобы вот это всё проанализировать, понять, потому что это же неправильно, так же нельзя, я не могу себя так вести, как я могу признать, что мужчина, что меня возбуждает, что мой мужчина может с кем-то заниматься сексом. Не-не-не, это же я правильная, я хорошая, а так же я буду плохая. И она может быть ещё вот так его подталкивать к измене, но тогда это не будет какой-то трагедией, это, скорее всего, превратится в какую-то игру. И, скорее всего, эта игра рано или поздно выйдет на поверхность, они её осознают и просто начнут играть в открытую. Ну, как вариант, да? Но чаще всего это вот такие вот нехорошие подлинненькие игры, как я описала, вот первые три случая. Так что я жду от вас комментариев на это, если вам согласны ли вы со мной, и почему никто об этом не говорит, почему, какие угодно называются причины, но только не то, что сама женщина хочет, чтобы мужчина ей изменил, и он просто изменяет, потому что его к этому реально подводят. Плюс же мужчины, они такие, они очень любят делать, ну, как это сказать, если мужчина любит женщину, если он на ней женился, ну, наверное, он её хоть как-то с какого-то боку долюбит, да? Делает их счастливой, то есть сделать так, как хочет женщина, и он подсознательно чувствует, к чему она его толкает, да? То есть его как будто ведут, ведут, ведут к этому. Понимаете? Вот как интересно получается. И он вроде бы хочет, делает то, что она хочет, а в итоге к нему потом прилетает, что это он такой бессовестный, как это так он изменил, да? Вот подумайте вообще, вот вы видите этот маразм ситуации. Так, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка под видео в описании. Ставьте мне лайки, подписывайтесь здесь. Я вас всех люблю, целую. И не забывайте писать, что вы думаете по этому поводу. Пока-пока.